Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас из города курорта Анапа. Зовут меня Юрий Азаровский. И мы сегодня, 7 февраля, выезжаем в зону СВО для того, чтобы передать транспорт от семьи Зверевых из Сочи. Это первая от них машинка. От души вас благодарю за то, что вы нас поддержали. Также мы сделали ремонт благодаря вашей помощи и от прихожан православного храма Петра и Павлова. Шушинский поселок Красноярского края. Помощь это во славу Божию и во имя победа наших солдат. Благодарю всех, кто участвует, всех, кто нас поддерживает. Но мы поехали к 8 марта и старались эту машину подготовить непосредственно к 8 марта для того, чтобы поздравить военнослужащих, женщин, которые также защищают нас в зоне СВО. И у нас все получилось. Тьфу-тьфу-тьфу, теперь осталось только доехать. Дай Бог, что получилось. И знаете, что самое для меня было такое интересное, когда спросил, ну, как девушек поздравить, там, цветочки произвел, может, какие-то подарочки им там хочется. Они сказали, мы хотим Артура и шашлык. Девочки, все для вас. Мы находимся в станице Анапской и благодарим СТО Вектор, который находится на улице Тихой, 28, за предоставленную возможность ремонтировать наши машины и возможность покупать запчасти по себестоимости. Во-первых, это подарок на 8 марта. Он едет с нами. Я думал, Артур не поедет больше, но так получилось. Это тот человек и бог, который нам сделал эту машину в кратчайшие сроки. Были проблемы с запчастями, так бы она еще быстрее у нас получилось было и ехала. Мы тебя благодарим, Максим. Смотря на то, что мы давай вместе, низкий тебе поклон. Спасибо. Поклонись, блин, человеку. Вот от души поцелуй обневи. От тебя напутственные слова, что ты хочешь сказать девушкам, которых мы увидим там. Ну и вообще всех женщин поздравить 8 марта. Поздравляю всех 8 марта. Вам всего хорошего. Это большой подвиг, что вы там находитесь и делаете даже, говорится, не женское дело, а именно мужское. Это очень вообще просто от души. Всем спасибо. С 8 марта вас. Еще хочу поблагодарить жену Максима за то, что она дает возможность задерживаться на работе и привносить полезные вещи для наших ребят. Тратить свое время не на семью, а для того, чтобы помогать. Спасибо. Сын Максима для ребят вот такой брелок приготовил, повесил и ключики, поменяв замок зажигания в том числе, будем передавать именно в таком формате. Тимофей, спасибо тебе. Это Эдуард, руководитель Листовый Вектор. Спаси, он доводит в порядке, чтобы мы уже уехали. В машинке работает абсолютно все, даже омывайка течет. Шикарно. Ну что, дорогие друзья, машинка готова к выезду полностью на задние ряды, загружено все и давайте потихонечку с Богом трогаться. С нами, ребятки, едет в этот раз Александр. Его главная задача нас забрать оттуда обратно. Это очень важно. Александр, вы готовы? Это самое главное. У нас единственный момент, я вам не сказал, но вот эта машинка у нас едет максимум 75 км в час. И вот она только поехала, до этого вообще-то 60 и больше не хотела. Сейчас мы ее заправляем до конца и отправляемся дальше. Раннее утро, на часах у нас 6 утра. Это у нас антрацит, первая заявочка выполнена. Света на самом деле очень много. Ездят автобусы, люди уже с утра куда-то спешат на работу. Огромный просто город. А и жизнь здесь кипит. Я счастлив, что все получилось с первой писалочкой. Ну а дальше нам в одну точку добраться до Донецка теперь. Главное не ошибиться с дорогами. Такая интересная дорога. Она идет у нас на паркнут по прямой. Посмотрели, куда можно проехать. Главное, что тигрули проезжают, дырчики. И да, как раз таки эта машина, она идеальная. Чем больше ям, тем лучше и веселее ехать. Прикольненько. Я не ошибался, что машинка настолько меня прям впечатлит. Я очень доволен. И когда на программ-пропуске я вам скажу, где вы такое взяли вообще. Это шаритет, когда она полностью рабочая. Мне говорят, вообще в шоке, пацаны. Вот это кайф машина моя. Направо будет Луганск. Прямо одни пальцевая, налево красный луч. И вот мы налево будем поворачивать. И уходить на Донецк. Красные улочи, ребятки. Мы ездили в блокпост прошли. Нас досмотрели. Едем дальше. Меня спрашивают, есть ли тут вообще заправки. Возможно заправиться, ребят, тут все есть. В больших населенных пунктах. Вот мы сейчас, допустим, кратку лучше ехали. На въезде работающая заправка. Единственная проблема будет заправиться ночью. Ночью, ну и ночью можно найти. Но лучше ночью двигаться, потому что здесь на комендантский час будет много вопросов. И, в принципе, вас, наверное, и не пропустят. Вот сейчас только что проехал. 92-й, 48 рублей стоит. Так, у нас хорошие новости, ребята. Артур говорит, я обещал, я сделал. Я мужик. Ну что, работает? Да, всю дорогу смотрел. Цветы. Артур дошел. Красавчик. Ценю книжки побольше, чем у нас, правда. Паразнички. Ну и все, интересно. День 2, да? Да. Да, пакетики. То есть я по 80 брал у нас, а здесь 120. Такие пакетики. Ценюки, конечно, интересные. Вот этот розочек. Не надо слушать блоктура, можно было сэкономить как минимум 50%. Но цель не в этом. Цель сделать приятную девушку. Мы заправляемся. 44 здесь стоит 92-й бензин. Заправочка по дороге в Донецк. 48 километров нам остается. До него заправки работают. Оплата, единственное, знаете, что только наличка вообще здесь работает. Убли вам нужны будут с собой на ограниченных количествах. Мы-то так-то не понимаем. Вот с Красного Луча, на макеевку не советую ездить. На Донецк. Потому что, блин, дорога здесь, конечно, прям пипец. Это Шахтерск. Кстати, цветов Артур был прав. Продают очень много. ДПС уже ездят во всех местах. И, мужики, видите, с утра активизировались. В поисках цветочков для любимых. Но так, в принципе, все чистенько, красивенько. Единственное, что с покрытием асфальта проблема. У меня есть подписчики с Макеевки. Артурчик очень хотел побывать в Макеевке. Я бы не разговаривал. И впереди Донецка, ребята. Ну, мы добрались практически. Слушайте, ну, не настолько уж плохая дорога, как там мужик, да, рассказывал, что это вообще там все прям плохо будет. Все плохо, на самом деле. Мы сейчас на связи. Ребята нас уже ждут. И дай бог доехать. Главное, чтобы все хватило. В прошлый раз мы, кстати, вот туда налево уезжали. А сейчас нам туда дальше. И вот, что я говорю, что в Анапе вот непривычно, когда приезжаешь. И все такие мирные, да. А здесь люди нет-нет с оружием ходят. Алло. Так, смотри. Ну, там мы нашли только один автовокзал. Южный называется. Так. Все, едем туда. Будем там через 20 минут максимум. Артур, великолепен. Не переживай. Да все отлично. Отдыхать не надо. Все нормально. Девчонки уже приехали. Ждут тебя. Артур не дождутся. Смотрят, как бы там вчера ехать. Надо было больше видео выкладывать. Артур не смущаюсь. Смотри, вообще подарок не едет. Ты так когда-нибудь видел? Артур, давай суббой аварта. Чтобы Артура привезти в подарок. Да. Артур, кстати, удивлен, что Макеевка довольно-таки большой. Это населенный пункт. И он как бы сросся в Донецком. Всем с Макеевки подписчикам. Привет. Смотрите, сколько людей, друзья мои. Вокруг вообще жизнь кипит. Там Эльдорадо мы только что видели. Очень круто смотрится. Артур прям в шоке, да? Это при том, что время еще 8 утра. Специально заехал немножко в город, чтобы вам показать, смотрите, обстановочку. Спокойно. Мирная жизнь. Никаких военных. Все тихо. Почему сюда прилетают снаряды? Ну, непонятно. Город-герой Донецк. Здравствуй. Здравствуй. Второй раз я приезжаю сюда. И отсюда моим подписчикам тоже большущий привет. Здесь, конечно же, гораздо красивее. Шикарный мост. Современные здания. Девочки, все, которые здесь живут, вас тоже с 8 марта. Поздравляем от души. Какой же огромный город Донецк. Вот Артур едет и говорит, о, это был прилет. О, это был прилет. То есть, очень много зданий разрушенных. Вроде бы все живое. Вот реально же ни одного военного, да, не было? Ни одного не было, но много разрушений. Просто это очень обидно. То есть, люди без оружия, абсолютно мирные, а по ним стреляют. Вот так вот, ребятки. Вот впереди, посмотрите, какие красавцы здания стоят. Это Донецк, автовокзал Южный. Именно здесь у нас встреча. Посмотрите, какая машина у Александра. Прям вообще огонь. Вообще-вообще, да? Закидал я ее грязью. Так он ехал сзади у нас. Ну, в принципе, я думаю, отмоется. Что, печально мы услышали первый взрыв, как только оказались здесь. До этого была вообще, в принципе, тишина. Самолетиков только слышали, танки видели. БМП-1, БМП-3 видели, проезжали. Собственно, больше ничего. Так, а те кто у нас самый голодный? Танки голодные. Кто это? Донецкие. Слушай, ну, пирожки такие. Возьми, пожалуйста. Ну, тесто вкусное. Пирожки с мясом вкусные, хрустящие, свежие. Цена? 50 рублей. Как вам? Мы только что слышали, как отстрелялся град. Где-то недалеко от города. Звук, конечно, прям страшненький. Да и как живут люди вот постоянно вот под эти звуки? Постоянно понимают, что тебя могут убить совершенно случайно. Причем ты не лезешь никуда на рожон. Ну, у тебя нет оружия, живешь просто мирной жизнью. Мы приехали. Мы готовы. Сейчас все будет красиво. Дорогой Артур пришел в гости к девушкам. Здравствуйте. Ой, какие красавицы. Давайте, если мы вам засидим, подравляем вас. Спасибо вам. Это вам. Спасибо. Спасибо. Вы скажите, пожалуйста, а кто заказал вообще подарок Артура? Я. Я, да? Да, я Артуру заказала. Вот так вот. Будете в армии служить, можете тоже себе на дом Артура заказать. Я вас так же... Возьмите, подожди, шеф. С собой? Да. С собой. Мы потеряли Артуру. Я тоже хочу вам высказать слова благодарности за вашу тяжелую работу, девушки. Спасибо большое. Особенно, я думаю, многим мужчинам с дивана будет неловко вас видеть здесь. Поздравляем с 8 марта. Желаем здоровья, чтобы мирное небо как можно быстрее настало и над вашими, нашими головами. А души с 8 марта. Спасибо большое. Так, Артурио готовится делать самый праздничный шашлык на 8 марта. Это самое главное, что должно происходить сейчас. Значит, так, берем большой мангал. Туда высыпаем угля побольше. Жавим шашлык и зовем Артура. Так тоже можно, собственно, почему бы и нет. Так, вот она, вот она, вот она. Махмуд, поджигай. Девушки, а, они, наверное, стол накрывают. Все, я понял. Девчонки всегда при делах. Как тебе, Артурчик, под постоянные взрывы настроение подливается? Ну, нет, конечно. На самом деле, дай бог, чтобы мир был. А так, сегодня праздник. Поднять девушкам настроение. Это важно. Да. Чтобы им приятно было. Понимаешь, как он у тебя груз? Сейчас процесс пошел. Кто-то двери закрывает громко, да? Да. Кто-то двери громко закрывает, да. Тебе давать бронежилеты, каску? Хотя не спасет от такого, да? О, еще, это шифер складывают. Да, шифер складывают. Просто командир предложил, жене всякие, говорит, ади шашлычника. Слушай. Молодой шифер упадет, скажем. Что ему в прошлый раз не хватало? Чтобы девушки были рядом. А тут для мужиков жарил в прошлый раз шашлык. Пулеметик возьмем, отъедем и вообще. Вот это огонь диалоги, да? Тебе когда-нибудь девушка предлагала раньше с пулеметиком отъехать? Нет. Сегодня мы в гостях. Изучаем вот такие вот почти квадрокоптеры. Кто узнал, что это за прибор, напишите обязательно. Ты не спали с девчонками? Ты понял, да, то, что с тобой будет, если вдруг что-то пойдет не так? Уже налегнули. С пулеметом. Будет все у тебя совершенно необычно. Кремит здесь. Мы уже раз в семь слышали, как работает... Чего, кстати, раньше как-то не встречалось. Вот мы сейчас, вот слышите, да, работает артиллерия. Как работает град. Причем звук такой неисприятнейший. Хочу вам сказать, и дай бог никогда не услышать, как прилетает оно. Тут появилась информация, что за шашлыками кто-то может прийти не тот. Артур подготовился. Ходи, налетай, шашлык любой ты выбирай. Пока Артур отбивался от всех тех, кто посягает на шашлык, у него он подгорает. Там подгорает на самом деле. Переворачивай, брат, переворачивай. Спалишь мясо. Девушки тебе сказали, что возьмут этот пулемет и вместе с тобой в лесочек сходят. Ты помнишь? Вот человека заказавшего. Как вам? Огонь. Огонь? Огонь. Все. Не будем его брать с пулеметом в лес? Будем, но... Тебя отсюда не отпускают. Ну, до лета он абсолютно свободен на самом деле. Я тоже самое. Ну, вот. Все, Артур, ты готов? Мне понравится. Все, брат, прощай, я тебя оставляю. Вы просили, заказали. И Артур... При этом где-то есть праздник. Сейчас вторая партия пойдет? Это для второй, подожди. Пошлите кушать и отмечать. Да ладно, тебе одной хватит. Мы все вместе будем. У нас все вместе кушают. Я услышал. Мы же одна большая семья, мы все вместе кушаем. Вообще правильно звучит. Ты понял? Против пулемета не поспоришь. Прям по низине сейчас заходят сушки. Звук, конечно, здесь от них. Вот. Выход еще один. При этом Артур все так же дальше жарит шашлык. Ну что, девушки? Поздравляю. Ну, вы везде все всплываете. Поздравляю вас с весенним международным женским днем. Дай Бог здоровья, счастья, любви, мирного неба над головой. И всем мира во всем мире. И дружба всех народов. С праздником вас. Спасибо. И почаше улыбайтесь так. По-образски обнял от души. Ну-ка, там. Вот это. Затвор, ну-ка, много. Спускай. Спуск. Спуск. Надо предохранить. Ствол можешь кинуть. Девочки празднуют 8 марта. С 8 марта, да? Да. Да. При поддержке пулемета поражаются мишени. В виде шаров. Попасть сложно, потому что ветер постоянно их шевелит. Есть попадание. Крайняя мишень поражена. Есть попадание. Очередная мишень поражена. Ну, теперь оставь на 7,62 себе. 7,62. Офигеть. Голографический коллиматор. К нему нужно привыкать. По бутылке. О, есть. Есть. Вот сейчас в банку. 3D печать. Да, да, все сами ребята делают. Предохранители, вот она красная, снимается. Соответственно, он подвешивается. Да, подвешивается. Подохранитель снимается перед запуском. Вот. После сброса он принимает правильное положение. Касание. Приводит в боевое состояние. 17. То, что чаще всего, да? Да, самый применяемый. Классически. Да, при применении вот такого вот типа постового оперения снаряда, при боковом ветре больше снос. Точность, естественно, страдает. Быстрее приобретает правильное положение, чем вот этот маленький. У маленького меньше снос, нужно сбрасывать с большей высоты. Держи. Есть сброс. Резакционируемся. Ниже, видишь. Соответственно, высота. Голида к нам. Пошел. Есть попадание? Нет, рядышком. За счет ветра, но шлаг рядышки по ветру. Надо учитывать ветер и самое-то главное, какой хвостовик. Сложи. Сложи-то. Теперь мы знаем, что у нас ветер. Полетим туда же, попробуем запозиционировать сюда. То есть мы вот видим, вот эта точка. Церялся сюда, прилетел туда. То есть позиционируемся. Да, но здесь надо учесть высоту. Чтобы с той же высоты, чтобы ветер так же сдувал, настолько же сносил. Ну, это, допустим, можно было просто запомнить предыдущие. Да, 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 да. Ну, так и делают. Что-то путем легких. Ну, вот, примерно. Вот опять сильный ветер. Ушла. Все. Все. Идеально. Со второго легло что-то куда надо. Пожар или прилеты? Нет, это прилеты. Это прилеты, явные прилеты, однозначно видно. Вот там вот дым, это... Это труба работает. Это здесь прилетает. Да, это прилетает, конечно. Другого центра Галактика. Тоже уничтожено ВСУ, в котором погибло громное количество людей. Посмотрите, что от него осталось. На Песеле есть своя миска, и он здесь живет. Хочу показать вам условия, в которых ребята проживают. Здесь готовят пищу. Так как у них род деятельность немножечко другой, то как раз таки с проживанием у них получше. То есть есть помещение. Вот, кстати, видите, сразу мусор с пакетом. Все убирается. А здесь даже намутили кровати, на которых можно поспать. Тот же сушат вещи и хранят их. Полностью все свое здесь рядышком. Но самое главное, самое ценное, наверное, здесь еще и водичка. Тот момент, как они работают, показать не могу. Секретность. Также есть возможность постираться. Дорогие друзья, уважаемые подписчики канала Юрия Азаровского. Хочется от всей души поблагодарить семью Зверевых за предоставленный автомобиль. Ребята, которые просили оказать помощь, наши коллеги. К сожалению, это война. К сожалению, получили ранения. Сейчас выведены на лечение. Он находится в госпиталях в тяжелом состоянии. Но мы благодарим дружного коллектива. Все, кто принял участие в подготовке нам этого автомобиля. Это, в первую очередь, конечно, семья Зверевых. Это Юрий Азаровский, его команда, его канал, благодаря которому все это происходит. Это Максим, благодаря которому этот УАЗик, эта машина, которая будет бороздить по дорогам вдоль линии боевого соприкосновения и нести победу нашей России. Благодаря ему техническое состояние ее приведено в изумительное, уже опробовано, отлично ездит, полностью заменена тормозная система. Максим и его СТО, приезжайте. Я сам приеду, я анапский теперь житель. Буду только у Максима на СТО обслуживать свою машину. Огромное спасибо от души. Будьте здоровы, победа будет с нами. А теперь я хочу обратиться особенно к тем диванным специалистам и любителям разрушать природу анапских побережий. Дюны не для того природа создавала, чтобы вы их уничтожали, чтобы вы по ним колесили, а еще смели угрожать моим друзьям. Юра, его друзья и он, мой друг. И мы будем стоять за каждого из них, будем стоять за дюны. Желающие покопать, приезжайте сюда. Копать у нас предостаточно. Километры траншей, окопы для ребят. Это вот моя мама немножко хотела, чтобы мы с Артуром не похудели в дороге. И вот, ребята, вам к чаю передаю. Спасибо большое. Огромное спасибо вам. Итак, компьютерная академия «Вектор». Ваши подарочки для ребят передаем именно в это расположение, куда и отправляется наша машинка. И ребята сейчас прочитают ваше обращение. Добрый день, дорогой боец. Компьютерная академия «Вектор» времени передает вам привет. Наш коллектив и родители наших учеников решили собрать вам подарочки. Анапа, Кострома, Москва, Омск и Новосибирск. Если у вас есть прямые определенные надобности, то напишите нам. А может просто дать обратную связь. Угадали ли мы с подарками? Пожалуйста, возвращайтесь целыми и неувредимыми. Смотрите, ребят, опробуйте продуктовый набор, который ребята вам приготовили. И по номеру телефона отправите смс. Может, есть какие-то у вас там надобности. Думаю, что именно ваше подразделение с смс-кой справится. Хорошо, спасибо большое. И вам спасибо большое за свой. Помните перфоратор, который и дрель, и шуруповерт аккумуляторный найдет своего владельца. Так, здесь единственное, обидно, что ребята не могут показывать свои лица. Не потому, что они кого-то стесняются или боятся, потому что работа у них секретная. А понадобится он им для строительства полевой бани. Поэтому от души вручаем полностью вам набор. И ждем, как говорится, результат вашей работы у себя на канале. Выражаем огромное благодарность за предоставленный аппарат. Будем использовать его в лучшем виде и по назначению. Все, ребята отрабатывают уже с перфоратором. Товарищ Загорцев над ними немножко издевается. Самое главное – счастье в глазах. Помимо того, что мы сегодня девочек поздравляли с 8 марта, все равно хочется немножко теплоты передать и нашим мужчинам от Артурчика. Парни, угостить вас с шашлыками, пожалуйста. Для вас, для здоровья, с миром, с Богом. Приятно. Ребятки, смотрите, Бурятия, банька. Мы практически на передовой находимся. Вот ребятам, которым мы передали, как раз таки шуруповерт. Перфоратор, они будут строить такую же себе баньку. Она на прицепе. Ее перемещает по всем позициям. Это на самом деле очень круто. Вы сами знаете, как важно быть чистым и красивым. А вот так вот банька выглядит внутрь. Ой, как тут ароматно пахнет. Там водичка капала. Я думал, кто-то моется. Нет, старая машинка работает, ребята. Водичка. Сводится, здесь напряженка прям. О, знаете как. Ребята сушат здесь свои вещи. Ну, такая вот парилочка. О, даже очень-очень-очень круто. Я, наверное, здесь остаюсь. Здесь очень тепло и хорошо. Вот ребята говорят, что используют вот такие печи. Расскажи. Да, особенности заключаются в том, что туда заливается соляра или отработка. Она возгорается. И вот эти отверстия трубы, она нагревается, аж докрасно поступает тепло. На вот этой верхней части она тоже нагревается. Можно готовить. Труба выводится. Минимум, в отличие от тех печей, которые дровами топятся или углем, она практически бездымная. Вот, что очень, конечно, хорошо на передовых позициях применять. Вот. И тепло дает, и разогрет пищу можно даже приготовить. И не демаскирует положение, позиции, где нагревают. Здесь мы смотрим расположение ребят на четверых человек. Сделали хранение под амуницию. Там их вещи. Становили печку и обустраиваются. Добрый день. Как позывной? Красавица. Откуда сам? Словно, да? Как вообще служится? Отлично. Вряд ли, передай привет. Меня смотрят ребята оттуда. Передаю всем родственникам, родным, близким. Кто меня знает. Большой привет. Мама. Братья. У меня все хорошо. От души. Вам, скорее всего, мирного не было возвращения дома. Перфоратор мы оставили на других позициях. А здесь оставляем большую часть посылки. Шоколадки все мы передадим девочкам. И мне разрешили оттуда взять несколько шоколадок для того, чтобы угостить и дошуню. Это было сделано. В Германию огромный привет. Спасибо на национальную поддержку. Это очень нам пригодится. Это очень хорошие вещи, которые помогут нам в дальнейшем работать. Ну и спасибо огромное, что вы отправили нам. Мы находимся в расположении у ребят. Лица им показывать свои нельзя. Письма я передал Татьяне. И вот ваши обе посылочки. Здесь только нет подарочка, который был для моей семьи. И все остальное на местах. Татьяна, город Усков. Спасибо. Из города Сочи к нам пришла вот такая вот посылочка. Здесь были продукты от тибирковой маргариты Александровны. И от семьи Зверевых вот такие вот лекарства. Мне сказали их поделить напополам. Но здесь больше 20 человек. И я в принципе думаю, что как раз таки ребятам они будут все полезны. Если что, поделятся с остальными. Город Сочи. Спасибо. В общем, посылочки все ваши мы передаем. Ребята довольны. Это самое главное. Можно отправляться дальше. Посмотрите, кстати, как живут ребята. Вот так они используют детские письма, которые до них доходят. Вот такая печка у них стоит именно на кухне. И даже есть телевизор. Поездка получилась довольно-таки неожиданно. Я потому что не знал до конца, чем занимаются ребята. У меня были свои предположения. А оказалось все очень-очень интересно. И как оказалось, среди них также есть мои подписчики. И вот видите, какой большой интернационал мы подцепили. Я очень рад, что мы смогли помочь и сделать приятно. А еще вот с таким, сказать, небольшим количеством заказов и посылок получается все передавать точечно и буквально лично радовать наших дорогих солдат и передавать в ответ вам благодарности. Это, я считаю, просто шикарно. Такой немножечко другой формат, который более, так сказать, ответственно относится каждому и дарителю, и получателю. В общем, ребятам желаем скорейшего мирного неба. Что в подарок для девчата? Отпустили тебя все-таки девчонки? Все-таки да, на самом деле не хотели отпускать. Но самое главное, мы подняли им праздничное настроение. Им было очень приятно. Да, на самом деле они не верили, что я приеду. Они как, не знаю, Юрия попросили, чтобы Артура привез. Но в любом случае, самое главное, сделали им приятно. Подняли настроение праздничное. Ребят, всем мира, добра, с Богом. И с праздником вас, ребята, всех вас, девочки. Александр у нас немногослой, но я хочу его от нас всех поблагодарить за то, что он с нами поехал. И у нас теперь 600 с лишним километров пути впереди. Больше трех суток будет ему предстоит провести за рулем. Это тяжелый труд. И я думаю, каждый из вас должен написать ему также спасибо за это. Крымский мост в этот раз прошли прям сверхбыстро, ни минутки не стояли. Заехали прям, как только подъехали. Единственное, хочу предупредить всех, перед мостом есть знак 30 дней. Нарушайте его нам даже на УАЗ. Козел, который мы в этот раз перегоняли, пришло письмо счастья. Поэтому будьте бдительны и внимательны. Осталось чуть-чуть, и мы пересечем эту линию и будем уже на материке. И вот он, Крымский мост мы пересекаем. Он уже полностью открыт у нас, работает на две полосы. Единственное, интересно, как, конечно, все это будет выглядеть непосредственно в летний период, когда приедет много отдыхающих. Когда здесь еще какие-то моменты ремонта присутствуют. Видите, что-то мигает. А, да, тут небольшое сужение полосы будет. Но мы на другую полосу не уходим. И вот здесь мы видим уже завершающий этап работ, которые были произведены. Все, две полосы открыты полностью для общего доступа и вперед, и назад.